всем привет с вами форд и сегодня продолжаем тест драйв автомобилей в игре city car driving в этом обзоре мы посмотрим на такую машину как nissan 240sx в свое время очень популярная машина в принципе которая известная сейчас сейчас в плане дрифта очень много они еще участвует людей такая она чистокровная японская машина японская купе кто как называет такой у нас салон в принципе сделан хорошо конечно по современным меркам он немножко уже устарел но тем не менее например вот смотрим на блок управления климатом тут стоят кнопки а не крутилки это уже конечно пускать машина и 90 годов а так конечно простенько но но ничего ничего тут главное не то какой салона то как она едет и сейчас мы это узнаем у нас двигатель объемом 2 и 4 мощность 155 лошадей в принципе я не скажу что это очень много не скажу что это мало нормально механика у нас 5 ступка все дела ничего себе здесь пробочка в общем машина такая чисто из девяностых вообще выпускалась с 89 по 98 годы является родственником nissan и сильвия то есть они так параллельно выпускались только сильвия девяносто третьем уже прекратила выпускаться а nissan 240 еще делался до девяносто восьмого года пока что еду я не напрягаясь тормоза вроде хорошие куда ты выехал травмоза хорошие все дела коробка тоже нормально переключает обороты что самое главное тоже нормально работает и подхват есть вовсе во всей как бы плоскости что с 2000 что с 5000 это очень хорошо особенно для автомобиль для японского автомобиля потому что японские автомобили любят чтобы их крутили точнее не автомобили а двигатели любят что их постоянно крутили на высоких оборотах тогда они будут ехать нормально так сейчас проедемся немножко по дворам посмотрим как себе машина в дворах идет на я думаю что с парковкой с ездой по дворам у вас проблемы точно не будет потому что сама по себе машина небольшая она купе обзорность у нее достаточно хорошая поэтому как бы в этом плане жалоб не должно быть тихо 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 немножко даже видите на бордюр на ехал но проехал все нормально хотя машина не самая высокая жалко жалко что до сих пор нету рейс лоджика на данную игру точнее на игру то есть но именно на версию у нас версии 1.5 а рейс лоджик последний был 141 да что ты будешь делать что все как-то так грустно кита светофоры не работающий за город сегодня передачи кстати заметил тоже такой штуку достаточно длинные это означает что разгон будет так себя от максималка по-любому будет классная но это я уже ощущаю что разгона все таки честно говоря чуть чуть не хватает давай давай проезжай а ну ка давайте попробуем немножко дать ей под зад 1 2 раскрутили поехали как сказать неплохо неплохо конечно это и то явно не самая быстрая машина но тем не менее вот 120 мы уже разогнались я считаю это достать достойный результат сейчас еще выйдем на трассу обязательно посмотрим как так он там себя ведет но пока что неплохо кстати какой еще минус у данного конкретно мода не автомобиля мод от что он зараза не дрифтует это как бы не очень хорошо потому что машина сама по себе это дрифтерская для дрифта бы а тут такой парадокс не дрифтует было бы хорошо если кто-то меня из мододелов смотрит чтобы вы доделали этот нюанс и машина начала дрифтовать было бы вообще круто и ну и логично как минимум ладненько то все такое и так 50 километров в час четвертая передача газ пол о конечно 4 о надо все-таки скидывать это бы вечность будем разгоняться третье у нас кстати спидометр милях значит автоном пришел на американский рынок забыл вам это сказать но давай 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 150 четвертая 160 стрелку мы сейчас уже положим потому что есть такой приколы японских автомобилей ограничительно 180 почему-то ставит из а зачем я не знаю то есть если у европейцев 250 то випоте всего лишь 180 причем автомобили идут те же как бы и весь смысл тот же поэтому немножко странно эта штука за ограничением у них но такое и так 5 3 передача машина так нормально орёт но сдувается сдувается где-то до 130 до 140 конечно она еще разгонялась но вот дальше как то вот как то не хотят что ли едет но конечно разгоняется уже больше 180 идем стрелку положили все дела 190 торможимся 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 давай родная тормози ах таки догнал таки догнал ну капец а я то думал все будет чудесно мужики извини я неправа разогнался очень слишком слишком быстро слишком сильно не знаю как правильно сказать и зашибись я сейчас в пробке правильно уезжай да не прав я конечно был но зато я проверил тормоза и самое интересное что тормоза вроде бы как бы неплохие но вот почему то не словили машину не походу под конец уже перегревается или фиг его знает реально вот смотрите сейчас где-то при 100 километрах заторможу посмотрим оп ну вот нормально останавливается автомобиль но если на нем нормально так разогнаться побольше нифига не хватает все таки здесь нужно ставить немножко другие тормоза или не так быстро гонять хотя не могу сказать что машина прям летит честно вы сами все видели как бы скорости вроде бы хватает 200 она точно пойдет но все таки хотелось бы немножко пободрее скорее всего из-за этого всякие тюнинги очень много тюнинга на этом там надо этот автомобиль существует много кто его переделывает двигатель меняет ставят какие-то другие турбины там еще отчета то есть всячески пытается и сделать его мощнее и тоже хотел бы такую штуку интересно подметить что если рассматривать такой автомобиль то рассматривать и исключительно на механике потому что на автомате это вообще будет у вас печаль не на если вы хотите конечно и вот там я же говорю турбинку поменять еще что-то то в принципе автомат зайдет но мой бы выбор пал сирно на механику плюс если вы вдруг захотите прикоснуться к миру автоспорта и немножко заняться хотя бы тем же дрифтом на автомате у вас дрифтовать практически не получится вам нужно будет в любом случае механика так вторая передача газ пол и оттормаживаемся красный свет красный свет что-то куда-то я уже так заехал жестко дужу даже здесь наверное не было если был то давно но я имею ввиду в этом в это место давай едь быстрее время тест-драйва идет и короче сауна 50 процентов че за жесткач куда это мы вообще приехали мне интересно какие-то заводы какая-то стройка или порт или шо это такое непонятно ну вот видите сейчас газ в пол и машина немножко долго крутится и че-то недели то ли крутящего не хватает то ли фиг его знаю но че-то она как-то непонятно себя ведет ох даже чуть-чуть занесло не часе давай 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 блин наш дворник из перепуг включил так у нас скорость 140 по городу а сейчас будет капец не пронесло пронесло 150 оттормаживаемся оттормаживаемся нормалек нормалек хороша чертовка нет именно в вождение в принципе доставляет честно говоря она такая вся управляемая не расшатанная меру сбитая то есть короче по управлению она достаточно прикольная но вот бы ей еще немножко мощности добавить и вообще бы цены не было бы а так пока что на 4 на четверочку на 4 с плюсом машинка есть свои недочеты но не глобальные так нам припаркуваться нормально да ну что ж ребятки на сегодня все надо еще наверно подъехать чуть чуть на сегодня все пишем в комментариях как вам видео как вам автомобиль понравился или не понравился ставим лайки и дизлайки не забываем что можно подписаться на мой канал можно купить игру по ссылке в описании вот и все такое еще раз всем спасибо за внимание пока пока